Я разрушил все, потерял свою семью, потерял все свои здоровья, и поэтому я сюда пришел. На реабилитации в наркодиспансере Василий находится около двух месяцев. В молодости подсел на наркотики, спустя годы решил завязать. Пережил ломку, сейчас восстанавливается. Общается с психологами и с теми, кто так же, как и он, лечит свой недуг. Восстановился физически, у нас хороший спортивный зал, тренажер нажал. То есть я здесь полностью восстанавливаю все сферы. Количество зависимых людей в регионе в сравнении с общероссийским показателем выросло на 21%, отмечают медики. Печальную статистику пополняет молодежь, употребляя синтетические наркотики. С 17 лет начал употреблять, не употреблял 3 года. Достиг самого 1, что с родителями отношения все попортилось. Семья полностью отвернулась от меня. Первое, второе употребление синтетики. Человек, образно выражаясь, уже завис, разрывает социальные связи, губит интеллект. Плюс утрата коммуникативных навыков достаточно тоже такая сильная, да, и в поведении они очень своеобразны. Крайне неустойчивые, да, такие как бы очень подвижные, много телодвижений делают и не всегда в тему. В краевом наркодиспансере зависимым купируют ломку. После восстанавливают физическое и психическое состояние. Отделение реабилитации сегодня почти под завязку. Из 28 коек пустуют только две. Зависимых много. Среди них есть и те, кто на реабилитации не первый раз. И алкогольная зависимость, и наркотическая зависимость имеют свойство к обострению. И даже человек, если находится в ремиссии, те или иные моменты, когда он не может удержаться, по той или иной причине не желает обратиться за помощью, естественно, они его ведут вновь к употреблению. По кратности повторной госпитализации мы не выбиваемся из общероссийских показателей. Приблизительно возврат пациентов на лечение 35-40%. Эта неделя в России проходит под эгидой профилактики употребления наркотических веществ. И Краевой наркодиспансер в очередной раз призывает всех нуждающихся признать болезнь и начать с ней бороться. Сделать это можно прямо сейчас, позвонив в медорганизацию. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.